Культиватор скоростной КС-12 Кузбасс является специальным и незаменимым агрегатом в земледелии для обработки почвы. Предназначен для предпосевной обработки почвы, борьбы с сорняками и уходом за парами с одновременным баранованием, прикатыванием почвы, разбивкой комьев и частичным выравниванием поверхности поля. Здравствуйте, я Алексей Васильевич Чесноков. Работаю в Ленинск-Кузнецком районе в сельхозтехнике. Уже не менее 35 лет стажем у меня работы. Работал со школы, сбегал к отцу, с отцом, как бы уже на технике катался с 9 лет уже. Потом в школу пошел, тоже бросал в школу и убегал к отцу, лишь бы чтобы как бы покататься на технике, посмотреть агрегаты всякие разные. Трубчатые катки создают уплотнение слоя почвы, необходимое для предотвращения испарений влаги и формируют равномерный агрофон для проведения посева на заданную глубину. Основные узлы культиватора КС-12 Кузбасс, передняя сцепка с винтовой регулировкой высоты, плоская сварная рама с S-образными стойками и стрельчатыми лапами с механизмом регулировки высоты. Спереди пневматические колеса, сзади трубчатые катки, регулируемые винтами. Между лапами и катками расположены двухрядные бороны, регулируемые по высоте и углу наклона зуба. Здесь вот сейчас в данный момент получилось, что в колхоз привезли новый агрегат, культиватор на испытание почвы, как будет он работать. Вот получается, я его испытывал, нормальный агрегат, ну хороший. За все время я впервые увидел культиватор Кузбасс, новой модели. Благодаря тому, что конструкция поддерживает стабильную глубину рыхления и обеспечивает однородной структуры плодородного слоя, в процессе работы создаются благоприятные условия для прорастания семян, что способствует увеличению урожайности. Ну, привезли культиватор на территорию, пока собрали, за 4 часа собрали культиватор и поехали пробовать на поле предпосевное, это осенняя обработка. Вот и испытывали его, как бы подготовка почвы к посевному комплексу. На наших полях вот культиватор он отработал хорошо и на соломе, и на пахоте, и, ну, как бы хорошо он себя повел, все ровняет землю, земля мягкая, хорошая. Кузбасс, культиватор, он очень хорошо поработал, все поля выровняли. Норма выработки, у нее за смену выходило 100-120 гектар в сутки, и получалось, за две смены по 200 гектар выходило работы. Установка для внесения жидких удобрений в почву при культивации. Установка предназначена для внесения в почву и на ее поверхность при культивации жидких минеральных удобрений и растворов пестицидов с возможностью добавления микроэлементов. Установка для внесения жидких удобрений выполнена как опция для монтажа на культиваторах, что позволяет совмещать агротехнологические операции и снизить затраты при возделывании сельскохозяйственных культур. Культиватор Кузбасс по полям, вот, когда перегоны большие, там, ну, где-то с поля на поле переезжаешь, он, как бы, останавливаешься, три секунды ты его сложил, и переезжаешь на другие поля, и, ну, как бы, и по высоте его он нормальный, и он маневреннее по дорогам, когда переезжаешь. Культиватор Кузбасс имеет четыре ряда лап на культиваторе, чтобы почва обрабатывалась намного проще и эффективно. Культиватор Кузбасс оснащен двухрядной бараной, и у него есть еще при катной каток трубчатый с регулируемой пружиной почвы. На данном культиваторе Кузбасс регулируется глубина обработки почвы очень легко. Установка может использоваться для приготовления рабочих растворов легкорастворимых гербицидов, биостимуляторов, регуляторов роста. Гидравлический блок установки, управляющий подачей жидких удобрений, в совокупности с бортовым компьютером БАРС-5, представляет собой аппаратуру нового поколения. Данный культиватор Кузбасс на обработке полях, перед переездом и обработке, его надо будет разложить и сложить. Гидравлика у него работает хорошо, цилиндры отлично работают, он хорошо складывается и раскладывается. Имеет 12 метров захват у него, и почву обрабатывать очень хорошо, что 10 раз не приходится ездить. И трактору не тяжело, и захват хороший. За всю работу с культиватором не было ни одной остановок по техническим вопросам. Культиватор себя хорошо зарекомендовал, он как бы необходим в земледелии. Компьютер БАРС-5 обеспечивает управление процессами подачи жидкости из кабины трактора. Он способен управлять главным, регулировочным и секционными клапанами. Основная задача БАРС-5 – поддержание постоянно заданного расхода для равномерного внесения препарата по всей площади поля.